Всем привет! Сегодня мы попробуем испаять вот такую вот лампочку, которую я выдал на одном из конкурсов от канала ИТО.Инфо. Далее мы попробуем потестировать еще вот такой вот припой, который я недавно получил. И чуть позже я еще получил вот такой вот USB паяльничек. Я ее немножко потестировал. Если честно, я немножко не в восторге. Но посмотрим. Итак, что у нас в комплекте с лампочкой? Собственно, непосредственно светодиодики. Одна платка, куда появятся светодиоды. Небольшой вот такой вот наборчик. Здесь тоже маленькая платка. Конденсаторы, диоды, резисторы. Да и в целом это все. Перед тем, как что-то паять, небольшая распаковочка USB паяльником. Приходит он вот с такой вот коробочки. Убираем все лишнее. Здесь у нас маленькая вот такая вот подставочка. Маленькая катушечка припоя. Провод для питания от USB. Ну и, собственно, сам вот такой вот маленький компактный паяльничек с колпачком. О, я его уже немножко подпалил, потому что греется очень сильно и перегревается. Небольшие приготовления и начнем мы паять вот с такой вот маленькой платки, драйвером. Перед тем, как паять, давайте разберемся немножко с детальками. С конденсаторами и диодами проблем у нас нет. У нас могут возникнуть небольшие проблемы с резисторами. У нас есть два одинаковых по маркировке резистора и третий отличающийся. На плате же у нас есть R1, R2 и R3, который равен, видимо, 100 Ом. Тот, который отличался, я уже воткнул в тестер. Так, 97,4, да, это был тот самый, который 100 Ом. И два других. Почти 400 кОм. И второй на 400. Начнем с маленькой платы. Размещаем детальки на свои места. Это мы определим, что у нас 100 Ом. Далее у нас два резистора ПАН-400 кОм. Затем у нас диоды. Будьте внимательны, потому что на диодах есть такая вот полосочка. И на плате, соответственно, тоже есть обозначение вот этой вот полосочки. Они должны совпадать. Электролитический конденсатор у нас идет вот сюда. Здесь для него такая вот лежачая площадка выделена. Помним, что он полярный. То есть, минус. Отмечен у нас вот такой вот заштрихованной полоской. Здесь у нас есть минусики. Соответственно, вставляем его, как и на плате, в минус. Далее кладем, судя по схеме, конденсатор немножко вот так вот на бок. И оставшийся конденсатор, соответственно, меня смущает, почему тут три дырки, но они соединены одной дорожкой, поэтому все нормально. Вот этот все равно, какой стороной вставлять. Он не полярный. После этого собираем наш паяльничек. Подключаем его к пауэрбанку в данном случае. Такс. Далее у него тут есть такая кнопочка. Если ее нажать, в теории, он должен включиться. Ну, опять же, это было в теории. Вот спустя какое-то время пошел нагрев. Он буквально за пару секунд нагревается до нужной температуры. До встречи. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Одну платку мы запаяли. Меня нервирует, что паяльник включается как-то через раз. Иногда выключается, быстро остывает и ничего хорошего не происходит. Итак, теперь обрезаем все это, все лишнее, все ножки. Одна платка у нас готова. Еще бы паяльник включался адекватно, но, в принципе, паяет он довольно, на мой взгляд, неплохо. Приступим ко второй платке. Это у нас пачка светодиодов. Самое приятное, видимо, оставляем на десерт. Светодиодов много. Хотя некоторые из них, на мой взгляд, почему-то немножко отличаются по размерам. Вот именно вот эти вот желтые части их. Поэтому, надеюсь, что они не будут светиться разными цветами. Ну что ж, запаивать будем частями. Помним, длинная ножка у нас плюс, короткая минус. Первую часть мы разместили. Сейчас попробуем все это запаять при помощи катушечки, которая шла в комплекте с паяльником. Ножки обрезали, теперь продолжаем паять. Кое-как я допаял вот эту часть. От пауэрбанка наш паяльник работает как-то уж очень нестабильно. Он включается, наверное, один раз из десяти. Ну а, к сожалению, в конце я попробовал запитать вот от такого адаптера. Через него он включается, но, по-моему, он не выключается. То есть, работает постоянно. С этим я еще потестирую. Что нам осталось? У нас есть две платки. Один запасной светодиод, на всякий случай. Два проводочка и Е27 цоколь. Нам нужно припаять все это к плате-драйверу. Значит, два проводочка у нас идёт. Здесь у нас подписан переменный ток. Значит, подпаиваем вот эти два провода. И здесь на светодиоды минус-плюс. Соответственно, подпаиваем вот к этой плате. Далее, плюс от платы. Припаиваем к плюсу на самой лампе. Далее, плюс от платы. Минус, соответственно, припаиваем к минусу. Далее, к плате мы должны будем припаять оставшихся два проводочка от цоколя. По-моему, порядок не важен, поскольку напряжение переменное. С пайкой мы, вроде как, завершили. Далее, собираем всё это воедино. Плата драйвера идёт внутрь. Здесь у неё есть такой маленький штырёк. И в плате, соответственно, есть небольшая дырочка. Конечно, всё это как-то не очень держится и соскакивает. Заметка на будущее купить клеевой какой-нибудь пистолет. Да, держится, конечно, она там фиговенько, мягко говоря. Ладно. И пробуем ещё впихнуть туда, соответственно, плату с лампочками. Так. Я, короче, запутался. И она тоже тут, по-моему, не влезает особо. Тут, конечно, тоже пригодился бы клеевой пистолет. Сборка лампочки таки закончена. Чтобы её хоть как-то всунуть в корпус, пришлось здесь немножко такие выступы обкромсать. Ну что ж, тест-драйв, как говорится. Если она вдруг не заработает, я не знаю, что буду делать, перепаивать я её точно не буду. Так. Включили. Давайте развернём её вот так. Фу! Пуск! С Богом! Надеюсь, пробки выдержат. Нет, не выдержали. Всё. В лампочке хана. Судя по всему. Вот такой вот Старт. Нет, всё. Итак, лампочку я, судя по всему, кажется, починил. Там отошёл один из проводков. Возможно, просто паяльник перегрел дорожку, и она чуть-чуть отошла. Ну что ж, тест номер два. Ура! Лампочка работает. И, судя по всему, светодиодики даже одного цвета. Ну что ж, на этой позитивной ноте я с вами попрощаюсь. Всем пока. А я пошёл медитировать, судя по всему. Субтитры сделал DimaTorzok